Суперджет столкнулся с птицей при взлете из Челябинска, это за три дня пишут второй, кто в Челябинске столкнулся с птицами. Трехлетнюю девочку в Ярославле насмерть зажал дверями автобуса. Жуткие дела, то есть ребенка покалечило и отправили в реанимацию, и там в реанимацию не спасли. Ну видите, одно к одному. Дурацкая власть, идиоты родителей, головноводитель, ну и медицина соответствующая. Все вот, понимаете, то есть как хуже, чем на войне. На войне есть шанс выжить, здесь никакого шанса нет. Ни одного выжить, я это уже говорю, там я не знаю с какого угода, лохматого, что лучше нам воевать, у нас будет меньше потерь. Ну помните, да, в Шереметье вот 5 августа мальчика зажало дверями лифта, так что еще помимо всего прочего, помимо этих футбольных ворот, оконных этих сеток, москитных и прочее, прочее, теперь еще дверей надо бояться всех подряд. Вот такие дела. В Екатеринбурге сгорелся пятиэтажный дом, в ночь на пятницу есть погибшие. В Челябинске на жителей, значит, у которых не было все лето горячей воды, повесили долг за тепло. В конце, значит, лета пришел счет за то, чтобы они оплатили тепло. Ну правильно. А вот в поселке Звездный в Магнитогорске обслуживающая компания поставила красный железобетонный блок у дома пенсионера и с ошибками написали, «Мои доходы не позволяют оплачивать коммуналку». Самое интересное, что пенсионер коммуналку оплатил все до копеечки, а они хотели получить еще что-то сверху. Ну, только им это известно. Они поставили бетонный блок такой, а он испереживался, и дочь, чтобы он так сильно не волновался, пошла даже, заплатила, что они требовали, но он взял и умер. Например, 26 августа в Никифоровском районе при трагических обстоятельствах погиб подросток, пишут, что совершил самоубийство. Это Тамбовская область. Ну что я могу сказать? И вот Андрей правильно написал, что это одно из самых основных преступлений Путина. То, что молодежь уходит из жизни, что такой суицид жуткий. Это нельзя простить, ни в коем случае. То есть, вот эти вот все подлюки разбегутся, попрячутся они там где-нибудь на Западе, над каждую подлюку за ноги притащить. Потому что это из-за них происходит, это они не дают возможности молодежи жить, иметь перспективу и так далее. Вот как с этой убитой девочкой, представляете, вот казалось бы, какая связь между Путиным, да, там и вот этой девочке, которую убил маньяк там. Но у нее родители, я так понимаю, папа алкоголик, там вообще жуткая ситуация. Ну, это я сразу понял. И она пошла вай-фай бесплатный где-то искать, куда-то пошла. Естественно, она и зашла, наверное, кому-то за бесплатный вай-фай, она получила смерть. То есть, телефон у нее нашли где-то там был, подумали, что он спрятан, чтобы папа не пропил. Вообще ужас какой-то, понимаете, ужас. Вячеслав Вячеславович, когда, на ваш взгляд, сменится власть России, на мой взгляд, она должна была смениться еще 5 ноября 17-го года. Но народу России почему-то это не нужно ни хера, этому слабоумному, блядь, народу. Поэтому, может, она вообще никогда не сменится. Может, она сменится на власть китайцев, я же не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok